Доброго вечера. Мы из Украины на календаре 4-6 апреля, или же 407-й день Большой войны. И обсудить события дня сегодняшнего можем с Гарри Каспаровым, чемпионом мира по шахматам, а сейчас с политиком оппозиционным путинскому режиму. Гарри Кимович, рад вас приветствовать. Слава Украине. Героям слава. Приветствую. Гарри Кимович, благодарю, что нашли время пообщаться. И буквально два слова нашим зрителям с просьбой поставить лайк нашему с вами диалогу. Ну, чтобы алгоритмы Ютуба, большей аудитории наше общение показало. Также хотел бы попросить зрителей писать комментарии, писать вопросы. Я буду пытаться все-таки краем глаза за чатом, под стримом смотреть. Гарри Кимович, но хотел бы начать разговор с результатом визита Эммануэля Макрона, французского президента в Китай. Кремлевские пропагандисты очень опасались, а мы в Украине очень надеялись, что все-таки Эммануэлю Макрону удастся отговорить Си Цзиньпиня от того, чтобы Путину помогать. Ну, в том плане, что нам казалось момент очень удачный. Знаете, с этим демаршем Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси. Мы понимаем, что Китаю так категорически не нужно подобные инциденты, потому что Китай боится, что Япония сделает то же самое, получит ядерное оружие. Южная Корея, Тайвань. То есть, казалось бы, момент идеальный. Ну вот журналисты издания «Политика» пишут, что все-таки эта миссия Эммануэля Макрона провалилась, что Си Цзиньпинь все-таки остался верен, так сказать, своей вот этой идеологии поддержки Российской Федерации в пику, наверное, Соединенным Штатам Америки. Мне кажется, такой вывод по меньшей мере странным, потому что Си Цзиньпинь вообще интересуется только Си Цзиньпиньем и Китаем. И поэтому все его действия направлены на просто создание более выгодной торговой позиции. Торгуется он, естественно, Соединенными Штатами с Европой. И Путин в этом плане разменная карта. Я не думаю, что Макрон мог рассчитывать объективно на то, что ему удастся Си Цзиньпинь. То есть его переубедить. Просто были отфиксированы некоторые позиции, что Китай, как вы уже правильно сказали, категорически против любого вообще упоминания ядерного оружия. Китай исходит из того, что его распространение этого ядерного оружия приведет к ухудшению китайской позиции в регионе, который Си Цзиньпинь волнует гораздо больше. А именно Япония, Южная Корея. Ну, в первую очередь, конечно, Япония. Мы же понимаем, что Японии, в отличие от Ирана, не потребуется там много лет, чтобы это делать. То есть тут только лиха бета начала, только начни. Поэтому Си Цзиньпинь, естественно, крайне негативно относится к любым попыткам Путина сделать ядерную карту разменной в этой игре. Потом было заявление, как мы знаем, посла Китая во Франции. Ну, а то, что говорит посол Китая во Франции, это говорит Си Цзиньпинь. Потому что при такой жесткой вертикали власти, я думаю, что там ни один иероглиф не может проскочить без того, чтобы был одобрен Си Цзиньпиньем. Посол четко сказал, что да, безграничная дружба, ну, это китайские такие красивые обороты. Вот, у нас есть свои интересы. Ну, в общем, понятно, что Китай торгуется. И ожидать того, что Китай втянется в эту войну, как хочет этого Путин, массированными поставками оружия в Россию, не приходится. А, конечно, купить нефть, газ по бросовой цене, ну, бизнес, что же не сделать это? И Индия этим промышляет. Но перейти какую-то грань, за которой начинается уже прямая конфронтация с Западом и с Америкой, я думаю, Си Цзиньпинь не готов, да и вообще даже не собирается. Я повторяю, это торговая позиция. В этом плане, мне кажется, он сейчас смотрит на Эрдогана, который очень удачно торгует с самого начала вот этой большой войны, своим уникальным положением геополитическим. Он и в Москву вхож, и член НАТО, и с Зеленским в хороших отношениях. То есть Си Цзиньпинь ищет себе более удачную позицию. Тем более, что мы понимаем, у Китая есть большие перспективы на Дальнем Востоке и Восточной Сибири. Эти территории вполне могут в обозримом будущем стать китайскими просто по факту появления там китайского большинства. Поэтому я не думаю, что Си Цзиньпинь, играющий в длинную игру, готов рисковать и тем паче блефовать сегодня. Но, тем не менее, Эммануэль Макрон он именно за этим летел. Он пытался вот себя посредником, пытался просить у Си Цзиньпиня, чтобы все-таки Китай отвернулся от путинской России. Вот давайте так это сформулируем. А что такого мог бы предложить Эммануэль Макрон, Франция, Европейский союз Си Цзиньпиню? Что такого Си Цзиньпинь мог бы себе потребовать от Европы, чтобы, вот, знаете, заявить официально о том, что вот он действительно Путина поддерживать прекращает? Я еще раз говорю, Си Цзиньпинь никакой поддержки Путину реально сейчас не оказывает. Все-таки поэтому непонятно, что он, от чего он может отказываться. То есть от каких-то обещаний Путину. Теперь не будем забывать о том, что Макрон тоже ищет себе уже не торговую позицию, а политическую позицию. Потому что сейчас, в принципе, Франция оказалась как бы на задворках большой политики. Это тоже надо понимать. А есть, конечно, Америка, которая доминирует вообще в Западном Альянсе, понятно, и в идущей сейчас войне Америка играет, конечно, ключевую роль как поставщик оружия в Украину. Но кроме того, также ясно, что сформировался блок на востоке Европы, который не напрямую, но, по крайней мере, косвенно поддерживает Великобританию. А также есть Германия, которая со своим решением начать поставки оружия в Украину тоже захватила инициативу и тоже сейчас играет, по существу, ключевую роль. И где здесь Франция? Ну, как-то вот она оказалась не в дел. И Макрон это, конечно, категорически не устраивает. Он там уже видел себя, как бы грезил себя там новым Деголем, который будет объединять Европу. А сейчас получается, что он на вторых ролях. Я думаю, что Макрон опять искал себе какую-то возможность заявить о роли Франции, о своей роли в этом процессе. Может быть, были какие-то конкретные разговоры с Сидимпинем. Ну, понятно, что Сидимпиню нужны гарантии, что Европа не будет слишком надеять ему с геноцидом уйгуров и с прочими там, как с точки зрения Сидимпиня, мелочами, как права человека там, там Гонконг и прочее. Ну и, конечно, как бы в любом разговоре я думаю, Сидимпинь прощупывает почву, что будет, если Китай в какой-то момент решится делать что-то с Тайванем. Ну, понятно, что по этому году надо говорить с американцами, но и разговор с французами тоже, в общем, не помешает. Мне кажется, это больше разговора здесь. Опять каждый выбирает себе какую-то позицию на влияние хода военных действий. Я не думаю, что этот визит оказал какое-то серьезное влияние. И я говорил с самого начала, что ждать от Сидимпиня того, что он возьмет конкретно какую-то сторону в этой войне, не приходится. Это могло бы случиться, если бы Путин добился успеха в самом начале. Понятно, что если бы Путин триумфально въехал бы в Киев, как бы, и вот как он и мечтал, в первые несколько дней войны, тогда бы Сидимпин, наверное, был бы более сговорчив в этих вопросах с Путином. А сейчас, ну, Сидимпин же объективно оценивает, что стратегическая война проиграна. Понятно, что еще огромные жертвы впереди. Понятно, что ресурсов у России там чинить разрушение и нести смерть в Украину еще предостаточно, но с точки зрения геополитической, такой геостратегической. А Сидимпин уже там скорее думает о том, как поживиться в случае, если Россия начнет разлетаться на части после военного поражения. Мы помним намерение Эммануэля Макрона вернуть Францию в большую геополитику, вот эти его многочисленные звонки Путину. А вот Путин на встрече с послами накануне заявил о том, что Гондурас и Зимбабве теперь стратегические партнеры Российской Федерации. Так вот. То есть Эммануэль Макрон проиграл соперничество с Гондурасом и Зимбабве. Да. Кстати, вообще, это интересная встреча. Я вот сейчас смотрю комментарии различные. Ну, во-первых, то, что Путин, конечно, не получил даже малой толики аплодисментов. Причем, самое интересное, что в этой послов, там еще присутствовал посол такой страны, как Абхазия. Такой страны, конечно, нет. Я вообще не понимаю, как американский посол уплатил на церемонию, в которой присутствует посол непризнанный Абхазией, но это оставим, как говорится, на совесть американцев. Тем не менее, даже посол Абхазии не похлопал. А дальше, мне кажется, начинается самое интересное. Путин начал мямлить про то, что из-за ковидных ограничений он не готов как бы пожимать всем руки, как обычно делается при вручении верительных граммах. И вот здесь возникает единственный вопрос. Это вот тот самый Путин, ну, понятно, с Си Цзиньпинем, он должен был, конечно, общаться, и там, я думаю, что никто у Си Цзиньпини там анализ его испражнений не просил заранее. У Макрона просто показывает разницу просто, кто, кого, как Путин оценивает. Вот. А это тот самый Путин был, который в Мариуполе ездил. Там к людям заходил, руки пожимал, да, вот, то есть как-то вот, вот, где был двойник, да, Кстати, непонятно, где был двойник. Потому что наверняка это были разные. Интересным ракурсом показывали общение Путина с этими послами и показывали так из-за спины этих послов, как будто бы вот они действительно рядом стоят. Но там был другой ракурс, где было видно, что расстояние ну просто сумасшедшее. Я не знаю, в бинокль надо было друг на друга смотреть. Вот. А скажите, а так вот правильно, да, а так вот все-таки вопрос, если мы предположим, что где-то бывает Путин, где-то двойник, двойники, вот, об этом говорили в Мариуполе, и когда Путин появился в Крыму, понятно, что, скорее всего, как говорится, это был, это был, где-то был там не Путин точно, потому что вроде бы разные, разные были, разные были ракурсы. Вот. Но вот у меня ощущение, что как раз в Кремле это и был двойник. И именно поэтому дистанция. Ну, логично предположить, в принципе, что, ну, опять, это предположение, скорее всего. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что он панически боится всего сейчас. вот просто это. И я не знаю, как этот страх, эманация страха передается там по вертикали вниз, но совершенно очевидно, что тот, наверное, сейчас шабаш, который идет в России, он, в общем, требовал бы от вождя более активного участия. Вот какого-то там, вот что-то жесткости какой-то, вот демонстрации вот этого мачизма путинского. Ничего этого нет. Вот посмотреть на последние появления двойники, не двойники, но совершенно очевидно, что исчезла вот эта наглость, вот этого хама, который чувствует, что он может все что угодно сделать. Это куда-то пропало. Вот этот путинский лоск наглый вот такого гопника, который просто там размахивает каким-то, вдруг, не весь откуда взявшимся револьвером, вот, и кричит, сейчас всех, держите меня, сейчас всех перестреляют. Куда-то все это пропало. Гарри Кимович, ну, если люди не меняются, если вот это предположение взять за основу, если вспомнить, как Путин выглядел в молодости, да, когда носил вот эти чемоданчики, кем он тогда был, и если мы знаем, что он когибистская крыса, эти вот воины плаща и кинжала, да, так их называли, ну, конечно же, у него паранойя должна быть максимальная, причем вот с самой своей юности, он не может поменяться, он не может быть другим. Вы знаете, вот я вот сейчас вы сказали там про юность, я вспомнил такую историю, потому что меня часто спрашивают, знаком ли я с Путиным, встречался ли я. Ответ никогда не встречался, я всегда говорю, что я встречал в своей жизни столько подполковников КГБ, что одним больше, одним меньше, разницы нет. Вот. Но я не исключаю, что я где-то столкнулся с Путиным, но его не заметил. Это было в марте 96-го года, значит, меня позвал Собчак, тогда вот бывший мером Санкт-Петербурга в Питер. Там длинная история отношений, потому что Собчак там сначала, естественно, меня поддерживал, потом он там, у него начались свои какие-то заскоки. В общем, я в Питер не ездил. Я напомню зрителям, что именно за Собчаком Путин и носил чемоданы. Вот. Путин был его, Путин был его заместителем. Вот. И Собчак меня принимал, и там идея была, что у тебя выборы сейчас, и вот он хотел, чтобы я там поучаствовал как-то там обещал всякие блага жизни, какие-то люди Собчака показывают. Вот эти улицы, вы можете тут рестораны построить. Я, конечно, пофигу, что это не для меня. Но совершенно очевидно, вот что, так как я провел некоторое время в Смольном, и там был обед, наверняка там где-то был Путин. Вот наверняка где-то был Путин. И я не могу жаловаться даже сейчас на свою память. Вот тогда она была очень хорошей. И зрительная память тоже. Я его не зафиксировал. Вот на самом деле, видимо, он где-то был, но я его не зафиксировал никак. Его не отрядно называли бледной молью. Вот, вот, вот эти вот, то есть вот где-то он там был, но его не было. Вот, может быть, сейчас возвращается вот эта вот способность там маскироваться, она там уже достигла какого-то каких-то параноидальных размеров. Просто вот он есть, но его нет. Гарри Кимович, если можно, давайте поговорим сейчас о встрече Путина с Лукашенко. Вот Лукашенко, говорит, говорили очень о важном, но я вам подробности не сообщу. Вот так вот Лукашенко это подает. Песков, пресс-секретарь Кремля, он сказал, что встреча и переговоры между Лукашенко и Путиным чуть ли не до самого утра продолжались. Так вот, знаете, если бы Путин встретился, Лукашенко встретился с Дмитрием Медведевым, ну, я бы мог понять, что они до утра делали, да, что это застолье, ну, понятно, чем они там занимались. Но чем Лукашенко мог с Путиным до самого до утра заниматься, о чем таком они могли говорить, особенно понимая, что они-то видятся регулярно, каждый месяц Лукашенко и даже Путин к нему летал, но Лукашенко регулярно, вообще, вот реально каждый месяц к нему летает. О чем они могли сегодня до утра говорить? Я в таком же недоумении, как и вы нахожусь, потому что говорить там реально не о чем. Судя по той информации, которая поступает уже из разных источников, российские войска перебрасываются из Беларуси на Восточный фронт, там, в район Донецка и так далее. То есть предположить, что они продолжают обсуждать возможность входа Беларуси, вступления Беларуси в войну, может быть, и продолжают, но к этому никаких вроде показаний сейчас нет. Ну, я бы вообще сказал, что если наши предположения базируются на том, что сказал Песков, я бы очень осторожно относился к любым словам Пескова, потому что да, тут можно вспомнить кота-бегемота из «Мастера Маргариты». Поздравляю вас, гражданин Саврамши. Вот, просто Песков лжет, даже когда говорит «Здравствуйте». Поэтому, ну, может быть, встречались, говорили до утра, а может, вообще не встречались, а может быть, я не знаю что. Мне кажется, что вообще-то на уже такие мероприятия, вот, какие-то дворцовые посиделки, или дворовые посиделки, я знаю, правильно сказать, Путина, Лукашенко, и же с ними, мне кажется, вообще надо не обращать внимания. Это нас тоже не должно волновать уже. Есть принципиальные вопросы, связанные с объемом западной помощи Украине, как бы подготовностью украинской армии к наступлению, программа восстановления страны после победы, освобождения Крыма, вопросы, как говорится, используем слова Путина, денацификации освобожденных областей Украины. Вот это, мне кажется, это серьезные вопросы, как бы, вот то, что сейчас происходит на Западе, как это все сказано, мы говорили на мировой геополитике, мы говорили про Китай, мы говорили про Сидзимбини и Макрона, а потом перешли Путина и Лукашенко. Ну вот. Тогда давайте действительно о важном, вы упоминали о помощи Украине от союзников, мы очень благодарны, конечно же, я не устаю просто это повторять с пониманием того, что без помощи наших союзников мы бы действительно могли и не устоять в этой войне с Российской Федерацией по объективным причинам, но хотел бы порасспрашивать ваше мнение по такому вот вопросу. Накануне Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи в Украине, там действительно на рекордную, в очередной раз рекордную, очень большую сумму, и мы очень надеялись, потому что мы сначала сумму узнали, а потом подробности от Белого дома, что в этот пакет входит. И вот когда сумму узнали, то вот закралась надежда, что все-таки будут там Атакамсы, будут там вот эти вот ракеты на 300 километров, но нет. Ну, по крайней мере, официально, да, можем надеяться, что неофициально они там есть, и уже может быть даже в Украине, но вот официально нет. Этих ракет, этой дальнобойной артиллерии нам нет. Почему? Вот помогите мне понять. Мы видим вот этот чрезвычайный прогресс наших союзников от того, что они давали в начале войны 24 февраля 22 года, и что они сейчас нам дают прогресс, сумасшедший. Но, тем не менее, вот именно ракет на 300 километров и авиации нам нет. С авиацией отдельный разговор. Но почему же нет этих ракет? Есть ли у вас предположения? Ну, это вопрос крайне болезненный, как бы, я его задаю буквально с самого начала полномасштабных боевых действий. Понятно, что объемы поставок и качество поставок, они менялись в зависимости от оценки американцами и Западом в целом военной ситуации. Понятно, что сначала ожидания были самые пессимистические, поэтому и поставки были, там, стингеры, джавелины, то есть больше для партизанского войны. Потом немножко стало больше всего, Запад увидел, что Украина борется, Украина сопротивляется, добивается, в общем, определенных успехов и, естественно, как бы, начал объем помощи, стал возрастать. Возрастать стало, как бы, ну, и улучшаться стала и номенклатура изделий. А вот. Теперь, что касается ракет вот 300-километровых, значит, мне кажется, что здесь вот есть, ну, есть какой-то психологический, мне кажется, барьер, который пока американцы не преодолели. Дело в том, что поставка этих ракет означает существование окончания войны, потому что они достают мост. Все, что достает Крымский мост, означает, что война скоро... И для российских генералов, и для Путина это понимание того, что как бы окончание войны становится вопросом времени, потому что Крым будет отрезан от сухопутной пути, ну, как мост, точнее, будет отрезан, иначе вопрос останется только коридора, но коридор уже простреливается, потому что с 300-километровыми ракетами и коридор скоро закроет сухопутной. И это, по существу, ставит крест на попытках как-нибудь удержать Крым. К обороне Крыма сейчас Россия готовится активно, мы это видим просто по всем спутниковым снимкам. Я думаю, пока американцы вот глубоко не вдохнули и не готовы к тому, что война будет выиграна в самое ближайшее время. Может быть, есть какие-то разговоры, какие-то действительно серьезные угрозы, которыми там делится условный Патрушев с условным Бернсом за закрытыми дверями. Я пока не знаю. Я также не исключаю, что какие-то ракеты, может быть, не трехсоткилометров, но близко к ним, так и так попадут случайно по ошибке в каких-то контейнерах. Кто-то там ошибется и не ту ракету положит. Я такое тоже не исключаю. Потому что мне кажется, что в последние несколько месяцев американцы перестали делать из этого пиаровские истории. То есть, вот эти Рамштайны, они как бы имеют уже основную часть, вот как в начале было, все рассказывали, мы дадим и это. А сейчас, учитывая объем поставок, пять, я не исключаю, я не знаю, как бы я не знаю содержания этих ящиков, но я подозреваю, что какое-то оружие, я не знаю, какая номенклатура попадает, скажем, в Украину и без того, чтобы быть публично объявленным. Что, наверное, что-то правильно, потому что война идет, и зачем раньше времени сообщать Шойгу на каком расстоянии от линии фронта может чувствовать себя в безопасности. Мы пока знаем, что там ближе на 75 км не подходит к линии фронта, вот так. А так они все просто убежат в Россию, потому что с такими ракетами их достанут уже в любой точке украинской территории. Гарри Кимович, вы даже не представляете, как мы надеемся, что вот эта ошибка произойдет, и эту ракету случайно положат в контейнер и отправят в Украину. Нам очень хотелось бы, чтобы наше контрнаступление началось именно с того, что мы проснемся и узнаем, что Крымский мост разрушен. Очень нам этого хотелось, но если можно, я хотел бы немного глубже копнуть. Вот вы упомянули разговоры, возможно, между Патрушевым и Бернсом. То есть вы предполагаете, что могут быть какие-то кулуарные договоренности, что, мол, вот Путин, условный, да, Путин обещает, к примеру, да, не использовать ядерное оружие, а за это американцы пообещали не давать Украине ракету на 300 километров? Возможно. К сожалению, такое возможно. И опять, надо понимать, что у американцев там есть разные причины для головной боли. И, в общем, конечно, Украина, война, надо победить. Это здесь они как бы зафиксировали. Тем не менее, они исходят все-таки из американской интересов. Если они считают, что Украина и так победит, как бы вот, не перегибая палку, то, значит, ну вот, мы будем помогать с разнообразным оружием. Все-таки Америка наращивает поставки вооружения. Вы же сами сказали, что количество увеличивается. Вот. И танки начали поступать как бы постепенно, вот, как бы, да. И самолеты прибудут. На самом деле, с самолетами уже тоже произошел очень важный момент. То, что поляки и Словакии дали там МиГ-29, это на самом деле означает, что и другие самолеты тоже придут. Ровно потому, что это уже вопрос, как бы, уже качества машин. А ведь до этого же жесткое было табу на любые поставки самолетов. Про МиГ-29, по-моему, говорили чуть ли не в марте-апреле прошлого года еще. Вот. И тогда американцы четко говорили нет-нет-нет-нет-нет. То есть, мне кажется, что вот идет такой постепенный процесс. Вот, значит, эти дали старые советские самолеты, значит, скоро появятся и другие самолеты. Можете французские, можете английские, можете еще какие-нибудь и шведские, по-моему, есть там. То есть, на самом деле, мне кажется, что процесс двигается, и я, вот здесь я не сомневаюсь, что разговоры о Рамштане, вот будет 14 апреля, по-моему, очередной о Рамштане, они все-таки проходят не только на публику. Ну, и что, наверное, правильно, потому что зачем сообщать врагам о своих планах и о своих возможностях. Ну, про планы все понимают. Будет наступление, более-менее даже понятно, где будут уступать, но зачем рассказывать, чем будет располагать ВСУ к моменту начала решительных, решительных боев. Ну, и кроме того, все-таки надо понимать, американцы крайне озабочены перспективами, ну, я хотел сказать, России, перспективами российской территории и того, что с ней случится после краха путинского режима. Я думаю, что эта озабоченность, она даже, может, важнее договоренности Патрушева с Борнского, партии Патрушева с Бернсом. Потому что ну, крах режима всегда такого приводит к обрушению государственности. Россия, империя, сотканная, в общем, из самых разных областей, народов, языков, религий, культур, держалась всегда принуждением, террором. Ну, естественно, еще и деньгами. С деньгами плохо становится, террор перестает уже работать так, как работал там при Сталине и так далее. Военная мощь оказалась, на поверку, оказалась, в общем-то, не мощью, а немощью скорее. и это означает, что возможны самые разные сценарии. И в этих сценариях американцы пока не могут понять, где же их интерес. Потому что вот Китай точно понимает, где его интерес. А вот американцам здесь не до конца все понятно. Я думаю, что это тоже сдерживает их от того, чтобы снабдить Украину всем оружием, которое могло бы решить войну буквально в пару месяцев. Ну, если вот Соединенные Штаты Америки этим обеспокоены, то, как я, как мне кажется, то самый вот такой приемлемый им вариант это помочь Украине победить, но так, чтобы при этом путинский режим не пал, а продолжил контролировать Российскую Федерацию и ядерное оружие, которое находится на территории Российской Федерации. Нет, вы не согласны? Нет, я согласен, но это недостижимая мечта на самом деле. И это, я думаю, американцы понимают. Победа Украины означает крах режима. Режим не удержится. Уже мы сейчас видим признаки хаоса. Совершенно очевидно, что все, что произошло там сейчас в Петербурге, этот взрыв, это, конечно, с моей точки зрения внутренняя разборка. Очевидно, что ухудшение ситуации на фронте и грядущее поражение, они заставят режим как бы перейти уже в ну, в к такому алгоритму самопоедания начнется выяснение отношений и тонущий корабль. Крысы, тонущий корабль, мы это все понимаем. И для режима, в данном случае мы говорим про персоналистскую диктатуру, потому что все в России выстроено под Путина, утеря Крыма, ну, в данном случае мы говорим про освобождение Крыма, но с точки зрения российского истеблишмента и обывателя это потеря. И, соответственно, вождь, который обещал нам там солнечные вершины и вообще и вставание с колен и распространение русского мира до Марса, вот вдруг как бы оказался просто полным импотентом. И я думаю, что Путин сам и его режим они становятся заложниками, то есть стали уже заложниками и станут первыми жертвами освобождения Украины и краха вот этой военной авантюры. Потому что Россия погружается в хаос, возвращаются несколько сот тысяч озлобленных вооруженных людей в страну, которая находится под санкциями с одним из самых высоких уровней расслоения богатых и бедных в мире. Невозможно представить, чтобы вот на этом фоне у Путина оставались какие-то возможности удержаться у власти. И это, соответственно, может привести к тому, что в ряде регионов России, в каком-нибудь Татарстане, возникнет очень сильное желание попробовать себя в свободном плавании. А почему, в принципе, с точки зрения Мениханова, например, президента Татарстана, начальника Татарстана, не знаю, как он называется сейчас президент или еще как-то, Раис, может быть, называется у них, надо платить за путинские авантюры. А там и Башкортостан есть рядом, ну и Течня там есть, неизвестно, что с Кадором случится. На самом деле военная авантюра Путина подложила под все довольно, мне кажется, неустойчивое здание российской государственности, имперской, здоровенную мину. И это все рванет. А вот как это собирать, чтобы дальше будет, и будет, как все это получится дальше, этого никто не знает. И нам это хорошо, мы обсуждаем это. Я, например, считаю, что чем скорее победит Украина, чем скорее украинский флаг поднимется в Севастополе, тем больше шансов на то, что ситуация в России как-то может стабилизироваться. Все-таки лучше скорый конец, вот эта агония бесконечная. Гарри Кимович, а помогите понять, как это будет... Помогите, пожалуйста, понять, а как это будет реализовано в России свержение Путина от власти? Потому что, как я вижу, он спрячется в Алдайском бункере, он перемещается на бронепоезде, мы это уже знаем, мы это все видели. У него правоохранительная система, вот эта Росгвардия, я так понимаю, что уличные протесты тоже невозможны сейчас в России. Вы говорите, вернется несколько сот тысяч вооруженных людей, озлобленных, но ведь и их, этих людей, они в составе армии, а Путин будет контролировать армию, их можно будет использовать для того, чтобы в том-таки Татарстане, да, вот все возможные признаки мятежа подавлять силой, утопить все это в крови. Вот мне кажется, что все-таки Путин, оставшись в Алдайском бункере и контролируя армию, вот не допустит своего свержения. Вот вы сказали про контролирует армию, а кто видел, как эту армию будет контролировать на самом деле. Армия же, это же не нечто единое. Это хорошо, когда, знаете, там император принимает парад. Все красиво, все хорошо. Николай Второй тоже думал, что армию контролирует. Мы же говорим про ситуацию реальной катастрофы, которая начинает создавать уже даже глубинный обыватель. Вот этот глубинный народ тоже понимает, что крах. Санкции сохраняются, ситуация ухудшается, денег становится меньше. В конце концов, все эти Росгвардии, все эти частные армии, это же все было создано на тех деньгах, которые были наворованы, на тех деньгах, которые лились рекой. Река уже не река, ручеек. И денег на всех не хватит. Именно поэтому начинаются разборки Пригожина с генералами, других каких-то ФСБшников с Пригожиным и так далее. И это пока еще опять, это еще война не закончилась. На самом деле, вот этот фактор, который мы сейчас упомянули, вот эти 200, 300, 400 тысяч вооруженных, озлобных людей, они еще в Украине. Они вернутся. Да еще беженцы за ними пойдут вслед. И что они будут делать в стране? Их обманули, они будут читать. Там, на самом деле, начнутся, мне кажется, уже и патриотические схлипывания о том, что как это так, как эта война может быть проиграна, так вот бездарно. Вот. Ну и опять, мы говорим про социальное расслоение. Есть же Рублевка какая-нибудь с ее безумно-безумной роскошью. И это все, мне кажется, создает новую ситуацию, в которой возможно разные сценарии. Я не могу сказать, как точно это случится. Я не Настрадамус, у меня там нету магического кристалла, в который я могу заглянуть и сообщить, что он будет ровно так. Но я не сомневаюсь в том, что никаких возможностей остановить Татарстан, если он в этот момент решит, что ему пора уходить, у них не будет. Ровно потому, что не до него будет, как это своих проблем будет, они будут везде. Там не только Татарстан, там Дальний Восток может захочет в Японию уйти, я не знаю. Опять, начинается же действовать центробежные силы. Более того, не будем вспомнить такую вещь. Путин военный преступник и его ближайшее окружение военный преступник. А вот Миниханов, например, опять снова вспомним, или еще какой-нибудь губернатор, они, конечно, воры, безусловно, мы все знаем, понятно, мы все знаем, но они не военные преступники. Вот у них есть возможность найти какой-то новый алгоритм сохранения себя во власти и в Гагу путевку не выписали. И я думаю, что желания туда вот отправляться у них нет. Они же тоже все видят. Они же все понимают и про Си Дзимпини, и про Путина, и про Макрона. Ну, не идиоты, в конце концов. Воры, понятно, да, но не идиоты. Не, конечно, не, там, я не знаю, Эйнштейны, не Черчилля, но, тем не менее, как бы вот тоже более-менее понимают, как говорится, вот как себя в этих ситуациях вести. Я думаю, они все уже смотрят по сторонам, вот, понимают, что если не удастся вернуться в Европу, то там надо идти на поклон в Пекин. Вот, в общем, я думаю, что Путин, ну, еще не отыгранная карта, но уже для многих это уже такой отработанный пар. Вот, то есть понятно, что там еще как-то там вот эти, вот эти, в паровой машине что-то там двигается, но, в общем, все это уже скоро кончится. Гарри Кимович, видите, снова свернули на тему обсуждения Путина. Буквально два слова зрителям. Если можно, поставьте, пожалуйста, лайк нашему стриму, потому что я вижу, что смотрит нас намного больше людей, чем поставили лайки. Пожалуйста, отвлекитесь на секундочку, подойдите к своему девайсу, откуда нас смотрите, и поставьте этот лайк. Нам это нужно, чтобы алгоритмы Ютуба сработали, и большее количество людей, аудитории наш диалог показал, этот вот Ютуб. Гарри Кимович, но если можно, хотел бы о Трампе вас порасспрашивать. Почему о Трампе? Потому что мы все-таки понимаем, мы в Украине понимаем нашу зависимость от помощи Запада, в том числе и от Соединенных Штатов Америки. И у нас есть действительно опасение, что в случае пришествия Трампа к власти, то все-таки помощи Украине может стать меньше. Ну, мы знаем о двопартийной поддержке, что и республиканцы, все-таки демократы нас поддержат. Но, тем не менее, вот касательно Трампа есть такие опасения, и были предположения, что все, Трампа опасаться уже не следует, что у него шансов избраться нет. Но, тем не менее, вот этот суд, этот арест, эти обвинения, мы видим, что все-таки интерес к Трампу среди американцев, среди республиканцев стал выше. Больше денег он получает пожертвований от американцев на свою предвыборную кампанию. Поэтому, именно вот в таком ключе о Трампе я хотел бы вас порасспрашивать. По вашему мнению, не может ли так произойти, что вот этот арест, вот этот суд, он использует, чтобы, не знаю, корчить из себя жертву режима, и, как бы, вот, и американцы его в этом поддержат и проголосуют за него, как за президента? Нет. Абсолютно нет. Значит, про деньги все правильно. Вот, собирать деньги Трамп постак. Я думаю, что ни на какую неизбирательную кампанию, в общем, Трамп собирает деньги просто. Вот, уже там выпускает майки там с его фотографией тюремной, кстати, фальшивой, потому что никто этого не делал. Значит, невиновен, надпись там, продает их по сколько-то там, по 45 долларов. То есть, как бы, Трамп занят бизнесом. То, что он может делать. Ну, в общем, по большому счету, эта ментальность бизнеса, бизнесмена с сильно криминальным душком. Ну, я не могу говорить про то, что, как говорится, там есть уголовные элементы. Суд еще это не доказал, но не исключено, что там многое-многое всплывет дальше. Конечно, надо опасаться того, что трамписты, которые по-прежнему имеют мощные поэтирусамарканской партии, могут в итоге прийти к власти, ну, в данном случае, какой-нибудь десантист, например, губернатор Флориды. И, это может повлиять на уровень поддержки Украины. Ну, во-первых, я все-таки надеюсь, что война кончится до выборов. Первое. Значит, все-таки как бы, все-таки выборы в Америке через полтора года. Понятно, что кампания начнется в конце этого года, в январе уже начинаются праймеры, через буквально там девять месяцев, но тем не менее, все равно, это процесс еще. Вот, война должна кончиться, на мой взгляд, раньше. Вот, и я думаю, администрация Байдена тоже понимает, что нельзя, чтобы война стала фактором предвыборной кампании. И более того, все шансы Байдена переизбраться, они связаны с войной. Если война не будет выиграна, то ему можно и не баллотироваться. Я думаю, что он, так и так, у него будут проблемы с баллотировкой, потому что все-таки возраст, и видно, что, мне кажется, ну, скажем, не в той форме, которая позволяет выдерживать серьезные-серьезные соревнования. Но пока есть Трамп, есть и Байден. Мне кажется, это какая-то такая связка. То есть, если Трамп сохраняет шансы выдвинуться, то и Байден тоже думает, что он тоже может баллотироваться. Понятно, что против более молодого республиканца Байден, я думаю, что не имеет никаких шансов. Но в целом уровень поддержки Украины и уровень понимания того, что эта война является важной частью вообще мироустройства, в котором Америка играет ключевую роль, продолжает этот уровень поддержки очень высокий, больше 60%. Поэтому надо, конечно, следить за всем этим представлением. Но это именно представление. Я слушал там в полуха того Трампа, когда он после первого заседания судебного в Нью-Йорке вернулся в Мар-Алаго, свою резиденцию и выступал перед сторонниками. Ну, это жалкое зрелище. Это что-то... Я не говорю о том, что там через предложение он лгал просто, причем говорю вещи, которые давно уже опровергнуты. Ну, кстати, и внешний вид уже. И возраст, в конце концов, тоже там к 80 уже идет. Нету того нахрапа, наглости, который в 16-м году был. То есть понятно, что он еще может что-то сделать и как-то там каких-то людей с собой повезти, мне кажется, что общий фон американской политической жизни, он неблагоприятствует Трампу. Я слежу за как бы вот комментариями разных республиканцев из провинции. Они говорят о том, что, конечно, Трамп кандидат непроходной, более того, образ Трампа и вообще все, что с ним связано, отталкивает независимых избирателей, которые обычно решают выборы, на самом деле, в Америке. Демократы, республиканцы, но в итоге решат независимые. И вот две темы, которые крайне тревожат сегодня республиканцев, которые оценивают шансы своей партии и в 24-м году и на выборах президентских, и на выборах Конгресса, Сенат. Это Трамп и, кстати, тема абортов тоже, потому что в целом большинство населения Америки почти в двукратное превосходство имеют сторонники абортов, а республиканская партия сегодня опять оказалась заложниками тех, кто пытается эти права максимально ограничить. Так что я бы пока сильно по этому поводу не волновался. Конечно, все бывает в политической жизни, но мне кажется, Трамп, траектория Трампа нисходящая. Гарри Кимович, видите, я так понимаю, насколько далеки мы от этих проблем, потому что у нас свои проблемы тут в Украине. Но, честно, у вас война, у вас война. Когда вы про аборты, про проблему абортов вспомнили. Но, знаете, что хочу сказать, что на самом деле нам в принципе тут в Украине очень странна политическая система, как все устроено в Соединенных Штатах Америки. И в мирное время нам система праймерис была, честно говоря, непонятной. В том плане, что у нас все по-другому. У нас президент, кандидат в президенты создает под себя партию и с этой партией потом идет в президенты. Ну, то есть у нас с ног на голову все поставлено на самом деле. Но, тем не менее, вот хочу сказать, что мы благодарны за двухпартийную поддержку от республиканцев и от демократов, что нам Соединенные Штаты Америки все-таки оружием помогают. Но нам интересно, нам интересно все-таки, кто же из республиканцев может это праймерис выиграть. Вот, если можно, поделитесь своими предположениями. Вот, если бы вы сейчас оказались у букмекера и вам надо ставку сделать на победу в праймерис среди республиканцев. Мы не против сейчас, на правду, тут в Украине против Десантиса. Он поменял свою риторику касательно Украины. Мы благодарны Майклу Помпео, который приехал, приезжал в Украину, в Киев. Какие у вас, кто из этих кандидатов ваш фаворит? Может быть, Ники Хейли? Вот, поделитесь своими размышлениями, кто может быть от республиканской партии быть кандидатом в президенты? Мне кажется, что еще очень рано делать какие-то серьезные предположения. Сейчас фаворитами букмекерские являются Трамп и Десантис. Если Трамп сохранится в гонке, о чем я очень сильно сомневаюсь, то Десантис шанс очень большой выиграть, потому что партия не захочет повторять 2016 год, когда много кандидатов достойных с точки зрения избирателей раскололи антитрамповский электорат и Трамп победил. В Америке так в шутку называют, что в республиканской партии две партии. Партия пива и партия вина. То есть такая партия менее образованных вот этих, так называемых реднекс без высшего образования, да и не надо нести полным средним. И партия людей более продвинутых, таких консерваторов традиционных. Так вот, Трамп набирает естественно основные голоса в партии пива. А вот партия вина, она может расколоться. Так вот, если Трамп сохранит свои командные позиции вот в этом менее образованном электорате, вот в глубинном народе американцев, республиканцев, то шансы десантиться велики. А если Трамп начнет разваливаться, в чем я практически уверен, то тогда начнется как бы открытое соревнование. И если сейчас, скажем, вот самые высокие ставки на Трампа и десантиться, то я бы взял против них. Вот против у них двоих. Ровно потому, что я думаю, что в открытом противоборстве с многими другими кандидатами десантиться будет очень трудно. Он на самом деле, пока его никто не проверял вот именно в такой жесткой борьбе. И он очень такой, он авторитарный лидер. Но это не Трамп все-таки. И я не уверен, что ему удастся сделать то, что сделал Трамп. Ваш праймерис вообще вещь такая очень-очень тяжелая. Кстати, между прочим, это же довольно по американским меркам, если говорить про американскую демократию, почти 250 лет уже в общем-то. Скоро будет отмечать Декларацию Независимости. То праймерис-то они довольно свежие. Первые праймерис реально были, по-моему, если я не ошибаюсь, в 68-м году. Вот. То есть как бы началась. То есть прошло там, я не знаю, 50-55 лет. То есть на самом деле это не такой большой срок. Но сейчас праймерис очень-очень тяжелый и требует от кандидатов вообще, качеств которых может быть у десанта нет. Повторяю, его никто пока еще не проверял в таком вот как бы жестком единоборстве. И я думаю, что сейчас многие кандидаты республиканские не выдвигаются, потому что они ждут именно разрешения ситуации с Трампом. Потому что если Трамп там, то они понимают, что истеблишмент пойдет за одним. То есть просто Трампа не хотят. Вот ясно, что большинство, подавляющее большинство людей, которые принимают решения внутри партии, понимают, Трамп это поражение. И поэтому Трампа будут блокировать. Но если Трамп сохраняет свои командные позиции, свои там 25%, то надо будет выбирать одного. Здесь шансы десантлива довольно велики. Поэтому посмотрим на то, как будет развиваться ситуация с Трампом и тогда можно говорить. Но пока вот если делать ставку, я рекомендовал бы брать пари против Трампа и десантлива. На всю остальную поляну. Да, да. Гарри Кимович, нашим зрителям, которые вообще не понимают, что за праймерис такой, то это внутрипартийные выборы. Это внутри партии республиканцы друг с другом конкурируют за право быть от партии выдвинутым, чтобы потом баллотироваться в президенты и чтобы там уже с демократами, с кандидатом от демократов конкурировать. Причем есть очень жесткий график сейчас именно по штатам, как это идет. На самом деле трудно представить ситуацию, когда праймерис зайдут далеко, потому что буквально в первый месяц много решается. Начинается с одного штата Айова, потом Нью-Хемпшир идет, потом Южная Каролина, Невада. Демократы сейчас поменяли порядок. Порядок устоялся у обоих партий. Сейчас они поменяли, по-другому сделали, потому что они считают, что штаты Айова и Нью-Хемпшир слишком белые штаты. Они пытаются найти более такие штаты расово смешанные. И наступает день, называется такой супер-тьюсдей, супер-вторник, когда в 10 штатах проходят выборы. И это бывает в конец февраля, начало марта, после чего фактически все заканчивается. Потому что уже определяется явный фаворит и дальше уже становится формальным. Хотя бывают случаи, когда борьба идет очень долго, скажем, Хиллари Клинтон, Барак Обама, 2008 год. Долго борьба шла. Ромни потрепали сильно. Слабые кандидаты были, но потрепали в 2012 году его. А вот Байден, в принципе, Байден довольно бы после супер-вторника победил, уже реально стал победителем в 2020 году. То есть его оппоненты, они в общем поняли, что они все, как говорится, отваливаются. Гарри Кимович, очень странно, честно говоря, украинцу это слышать. Ну, потому что нам сложно это представить в том плане... Вы меня спрашиваете, я рассказываю. Не-не-не, я просто и вам поясняю для понимания. Я понимаю, что это на фоне артиллерийской канонады, это все звучит странно, но это вот так устроена политическая жизнь тут. Нет-нет, немножко в другом ключе я это хочу сказать. Нам политическое это устройство трудно представить, потому что у нас, знаете, вот есть блок Петра Порошенко, нам очень тяжело представить, что там кто-то, кроме Петра Порошенко, может конкурировать за право от этого блока быть выдвинутым в президенты. Или там блок Юлии Тимошенко, абсолютно точно так же. Или там слуга народа Владимира Зеленского, нам тяжело представить, что кого-то, кроме Владимира Зеленского, может эта партия в президенты выдвинуть. Ну то есть вот у нас совсем все кардинально по-другому, но нам интересно, как это происходит у вас. Конечно же, спасибо за то, что вы это объясняете, разъясняете, как бы, ну, информации лишней не бывает. Если можно, уже на завершение нашей беседы я кардинально хотел бы тему поменять. И почему так? Потому что тема вот вступления Украины в НАТО, она снова актуализировалась. Президента Зеленского пригласили на саммит в Вильнюсе, который будет в середине лета. И министр иностранных дел Украины, господин Пан Кулеба, заявил о том, что мы уже не будем просить ПДЧ, мы уже будем требовать непосредственно членства в Североатлантическом Альянсе. На что Йенс Толтенберг сказал о том, что, ну, конечно же, Украина будет в НАТО, но после победы. И вот мне хотелось бы узнать ваше мнение касательно того, а как НАТО видит нашу победу? Вот что для НАТО будет той победой, после которой Украина, конечно же, станет членом НАТО? То есть, ну, простой ответ — это выход на границы 1991 года с Крымом. А если без Крыма, вот НАТО будет считать это нашей победой? А если мы выйдем на границы 24 февраля 2022 года, это будет нашей победой для НАТО? Сможем ли мы тогда потребовать от НАТО, окей, попросить НАТО взять нас в Альянс? Ну, во-первых, на мой взгляд, все понимают, Украина уже является членом НАТО, причем единственным, который идет в войну, ради которой НАТО и создавалось. НАТО вообще создавалось в 1949 году, чтобы спасти свободную Европу от советского, там, российского, русского вторжения. Ну, тогда советское называлось. Просто тогда потенциальная линия разграничения была в районе реки Рейн. Сейчас это проходит как в момент нашего разговора на Днепре. Но принцип не изменился. Идет та самая война, ради которой НАТО было создано. Война, которой НАТО вообще-то готовилась десятилетиями. Эту войну сегодня идет одна страна — Украина. Поэтому все они понимают, чтобы они не говорили, что Украина уже член НАТО и платят страшную цену за то, что НАТО оказалось не готовым к тому, чтобы эту войну предотвратить. Но пока они не готовы использовать пятую статью устава НАТО для защиты Украины. Какие-то страны, может, и готовы. Скажем, я думаю, что Польша, Англия, например, готовы были бы. Но проблема же не в них, проблема же, что НАТО все на Америке. Понятно, что вступление НАТО в войну невозможно без того, чтобы Америка эту войну поддержала, потому что нужна американская военная мощь и американская, в том числе, и ядерная американская мощь, которая сдержит любого-любого потенциального агрессора. Я не думаю, что бюрократически удастся проломить членов НАТО, если выхода на границы 1991 года не будет. можно предположить, что если ситуация дойдет до того, что вопрос Крыма завис, мне кажется, крайне неблагоприятная ситуация, то тогда, может быть, надо будет что-то обсуждать, но ведь все же понимают, что Украина не откажется от того, чтобы вернуть свои территории. И как с этим будет работать НАТО, мне непонятно. Поэтому мне кажется, что сейчас надо просто не заморачиваться, а решать главную задачу. Война должна быть выиграна, украинский флаг должен быть поднят Севастополь, или как там сейчас, Ахтияр надо говорить уже, я не знаю, как правильно говорить, чтобы наши крымсказарские друзья не обиделись. На самом деле к этому надо идти. В общем, все, что я могу делать, мои друзья, мы всегда повторяем, что долг русского патриота сегодня помогать Украине победить. Освобождение России от путинского фашизма начинается освобождение Севастополя. Поэтому так же, как не будем обсуждать судьбу Путина, давайте не обсуждать вот эти варианты поражения. Нельзя во время войны, когда вы боретесь за победу, вот такие вопросы жизни и смерти стоят, говорить, а что будет, если вы не победим? Мне кажется, это неправильно. Поэтому надо идти вперед и верить в вашу победу, в нашу победу. Это и ваша, и наша свобода. Так что слава Украине. Героям слава. Гарри Кимович, очень благодарен вам, что нашли время пообщаться, было очень интересно. Также не устаю вас благодарить за ту поддержку, которую вы оказываете в Украине. Спасибо всем зрителям, кто был на стриме в Ютубе 24 канала. Папрошу о лайке, в случае, если вы еще лайк не поставили. Папрошу о подписке, если вы еще на канал не подписаны. Ну и принагидно нагадую, все будет Украина. Слава ЗСУ. Побачимось.